Всем привет, друзья! С вами сегодня Тури. В гостях у нас уникальный корабль. Адмирал Граф Шпе, немецкий тяжелый крейсер шестого уровня в игре World of Warships. Казалось бы, конечно, что там шестой уровень, что может быть интересного, но на самом деле интересного здесь много. И в первую очередь, корабль абсолютно уникальный по геймплею, и это первый такого рода корабль, который выпустили вообще разработчики. То есть, ну, если обычно у нас это идет штамповка премов из прокачиваемых кораблей, то здесь совершенно неожиданно разработчики сделали корабль, который, во-первых, и историчный, а во-вторых, действительно обладает очень необычным геймплеем. Ну, и еще, конечно, важно то, что через два с копеечкой месяца этот корабль будет выведен из продажи, и вы больше не сможете его получить. Ну, по крайней мере, разработчики так говорят. А у нас, друзья, продолжается марафон премиумных кораблей, и у вас есть шанс выиграть этот корабль к себе в порт. Для этого нужно быть подписчиком нашего канала, поставить лайк, обязательно активировать колокольчик и написать в комментариях свой игровой ник. И что-нибудь еще добавить интересного в сообщение, чтобы вас не забанили в комментариях. Такое бывает. Более подробная информация о раздаче в описании под видео. Ну, а мы с вами начинаем обзор. Адмирал Граф Шпе — это крейсер типа Дойчланд, но немцы, когда его делали, немножко прибегли к хитрости. У них там нельзя было выпускать определенного вида корабли по соглашениям о капитуляции. И им пришлось превратить его вообще в броненосец припуски. То есть они утверждали, что это броненосец, ни крейсер, ни линкор. И, в общем, хитрым образом он пролез по соглашению. В чем была концепция этого корабля? Он должен был убежать от всех тех, кто сможет его уничтожить, и уничтожить всех тех, кто сможет его догнать. Вот такая вот была тема. Получилось ли? Ну, отчасти, да, англичане немножко посмеивались, конечно, над этим кораблем. Но, тем не менее, у него есть прочная боевая история. Поначалу крейсер исполнял роль эдакого рейдера, перехватывал конвои и британские корабли. Ну, а потом его британцы загнали, и команда была вынуждена его уничтожить. Ну, а теперь давайте ближе к игре. Если у нас, ребят, есть в игре линкоры, есть крейсеры, все понятно, у них и задачи более-менее ясные, то здесь мы получили корабль, который, с одной стороны, обладает артиллерией линкора. Это пушки такие же, как установлены на Шарнхорсе, 283 миллиметра. Но живуче здесь количество ХП и, ну, отчасти, ладно, бронирование ближе, ну, если не к линкору, то к очень тяжелому крейсеру для своего уровня. Вот. Благодаря этим, сочетанию этих способностей, корабль может, с одной стороны, как и нагибать, с другой стороны, наличествуют в нем и плюсы, и минусы. Это очень малая скорость и орудие с большим КД, которое не всегда можно реализовать. Поэтому корабль достаточно сложный, но при грамотном использовании, при удачном стечении обстоятельств, что более важно, на нем можно делать всякие вещи. Итак, давайте ближе к цифрам. Бронирование у нас разное по всему корпусу. Где-то здесь 25 миллиметров, как у линкора, даже на этих уровнях. Где-то 16, как у крейсера. И если бы не очень тонкий нос с вот таким вот траверсом цитадели, а здесь всего вот 16 миллиметров, ну, хотя бы 25 бы здесь было миллиметров, тогда бы реально крейсер мог бы танковать, ну, даже линкоры в том числе. Но из-за такого тонкого бронирования линкоры даже 6 уровня вполне себе могут наносить урон вот сюда и давать пробитие. Поэтому танковать линкоры мы можем, но ровно до того момента, когда линкору повезет, и он даст нам хороший залп. Что касается борта, тут танковать мы можем только крейсеры. Линкоры, естественно, с большим смачным удовольствием запихивают сюда нам домашку. Если посмотреть, то танковать, наверное, даже лучше немножко кормой, потому что здесь вот есть небольшой бронепояс в отличие от носа. Поэтому, в общем, отступать на графишпе профитнее, чем надступать. Боиспособность 39 400 единиц. Рекорд для 6 уровня. Плюс 4 ремонтных команды. Все это позволяет вам, ух, как здорово, отхиливаться, если, конечно, вы не теряете цитадели от линкоров. А вот артиллерия здесь, ну, своеобразная. 283 миллиметра. По идее, можно очень хороший давать дамаг и по крейсерам, естественно, и по линкорам, в том числе, выбивает цитадели. Но урезанная дальность до 16 километров вместо 20, большая перезарядка и очень большой разброс. Все это в совокупности не дает нам возможность уверенно и хорошо набивать дамаг. Иногда залетает, иногда нет, к сожалению. Когда-то, когда еще деревья были большими, вспомогательный калибр на графе Шпе делал очень классные штуки. На нем можно было играть в ПМК. Это был действительно реально такой первый крейсер с противоминным калибром, который был не просто там хлопушками, а действительно работал. Но после ряда известных изменений ПМК на крейсерах уже не работает, да и на линкорах, в общем-то, тоже. Поэтому это такой красивый бесплатный салют. Здесь есть торпеды, причем уникальные для немецких тяжелых кораблей, 8-километровые, с неплохим уроном и неплохой незаметностью. Может отбрасывать он их с большим удовольствием по 4 торпеды на каждый борт. Очень часто они реализуются и в клинче с линкорами, и на отступлении, разумеется, тоже. ПВО это еще одна боль немца, которая была и которая прошла. Потому что раньше у командира было замечательное ручное управление огнем ПМК, вот где-то вот здесь вот. И можно было делать очень классный дамаг при помощи этого перка по самолетам. И самолет шестого уровня просто не долетали до ШП. Но с тех пор и самолеты поменялись, и ПВО переделали. В общем, ПВО сейчас здесь особо никакое. Сбивает, конечно, что-то, но совсем не то, что было раньше. Маневренность 29,9 узлов, 680 циркуляция, 8,2 перекладка. Корабль маневренный, но обладает некой проблемой с максимальной скоростью. 30 узлов. Ну, для крейсера это, скажем, такое себе. То есть это быстрее, чем у линкора любого, наверное, на своем уровне. Но в сравнении с крейсером все-таки не очень. Я вот здесь, ребят, вам посоветую подумать относительно того, чтобы взять себе систему борьбы за живучесть. Дело в том, что у ШП горит, если я не ошибаюсь, 45 секунд вместо 30. То есть он не как линкор, но и не как крейсер. Поэтому, возможно, этот перк вам будет полезнее. Вот радиус циркуляции здесь, кстати, отличный. Корабль не очень длинный и достаточно шустро вращается. Маскировка 11,5. Тоже здорово. Что касается вашего командира, в принципе, как обычно, что вам нужно? Суперинтендант. Тяжелые ВБ-снаряды взять советую, если будет возможность. Но это уже потом. И мастер маскировки. Вот этот перк, ну, такое себе, на самом деле, я думаю, не особо полезно. Мы, в принципе, можем его и переделать. Потому что дальность стрельбы ПМК, ну, очевидно, что это было экспериментально на каком-то другом крейсере взято. Но явно здесь дальность стрельбы 6,2. Нас уже ничего не спасет на этом расстоянии. Поэтому смысла брать этого нет. То есть здесь можно взять что-то другое. Например, кстати, можно усилить ваше ПВО. Или же разогнать торпеды, кстати, как вариант. Мне здесь торпеды нравятся. Здесь они приятны. Можем попробовать сыграть, скажем, вот так вот, как вариант, разогнать ПВОшку. И, может быть, возьмем отчаянного. Здесь еще один перк на сдачу у нас останется тогда. Сложно сказать, что здесь будет более эффективно. Но, может быть, есть смысл взять арт-тревогу. Хотя, черт его знает, есть тут гидроакустика, например. Вот шутки шутками. Но по-прежнему, несмотря на то, что разрабы перепилили перки, для тяжелых крейсеров особо взять-то до сих пор и нечего. По оснащению здесь берем точность. Это я на живучесть ПВО всегда беру. Хотя, если ГК выбивают у вас, то можете взять и главный калибр. Ну и гидроакустика немецкая. 5,5 километров корабли. 3,75, все остальное. Поехали. Потестируем кораблик в реальном бою. Кто же у нас с вами может попасться? Ну, самое плохое, это, конечно, восьмерки. Что из восьмерок нам не нравится? В принципе, ничего не нравится. За счет того, что дальность здесь крайне малая. И точность тоже весьма средненькая. Стрелять на расстояние, скажем, на 16 километров на максимальную дальность мы можем весьма условно. А вот восьмерки совершенно спокойно с этого уровня могут по нам жарить. Потому что там уже 20 километров совершенно точно. Поэтому здесь это все не очень здорово. И 283 миллиметра по восьмеркам хватает тоже не всегда. Что, в общем, конечно, минус. Поэтому нам сейчас с вами, как раз мы попадаем на восьмерки. Плюс восьмой авик. В ад, короче, попали. Ребят, надо показать корабль с лучшей стороны и попробовать реализовать его, ну, хоть как-нибудь. Вот как, пока, честно говоря, даже не знаю. Так, давайте посмотрим на составы. Команд, Канзас, Бисмарк. Бисмарки неплохо впитывают дамагу. Фусо тоже. Измаил под вопросом. И крейсеры тоже неплохо получают. Ну, нужно занимать какое-то положение, откуда мы сможем наносить урон. И по нам особо не будут дамагать. Наверное, придется поджаться под этот остров. И оттуда уже стараться действовать. Можно, конечно, попробовать с открытой воды играть. Но больно дальность маленькая у нас для этого. Не. Ну, ладно, поехали. Категорический шалом, друзья. На графе шпея, это, как всегда, актуально. Отправляемся мы с вами ближе. В любом случае, дистанцию сокращать придется, чтобы иметь возможность стрелять. Теперь о больном. Про фугасы. Фугасы здесь слабенькие. 3200 урона. Для калибра 283 мм это, конечно, просто чихнуть можно. ББшки мощные. 8820, получается, они с накруткой в 5%. Но, знаете, вот когда вы стреляете на крейсере, выбиваете цитадель, думаете сейчас, ох, сейчас дамаги, а тут хренако всего 8000. Ну, в принципе, не так уж и всего. 8000 это все-таки прилично. Наверное, где-то в два раза больше, чем у любого крейсера. Приблизительно. Хотя, сейчас посмотрим. Летит ко мне авианосец. Ну, к счастью, на этом уровне он не так уж мне и страшен. Тут много все-таки сокомандников. Отправляется куда-то в левую сторону вражеский флот. Ну, как видите, кстати, умудряемся даже сбить три самолета. Ну, может, может здесь работать ПВО. Какой-то крейсер. Деграсс. Похоже на то, да, судя по баллистике, похоже на француза. Деграсс спереди. Деграсс был бы хорошо пострелять по нему. Самое интересное, что он стрелял и не засветился. Обширотцую, значит, где-то на пределе дальности стрелял. Вопрос, где находятся эсминцы. Масса Акадски пока что не светились. У нас есть в наличии гидроакустика, поэтому нам не очень это страшно. Фусо, друзья. Вот это уже хуже. Слушайте, может, Магами стрелял? С такой плохой баллистикой не похоже на него, конечно, но может. Разворачиваем наши орудия. Получается, выстрелит только с одной башни. Торопиться, наверное, и не будем здесь. Подождем, посмотрим, как Магами. Магами, по-моему, на топовых орудиях. Акадски вижу и Хуанхе. Да, это Хуанхе стрелял. Ну, в такую проекцию стрелять по Магами под вопрос нас, учетом того, что там еще и Фусо. Ладно, давайте дадим. Может быть, получится чего-нибудь там сделать. Вот, а Хуанхе, это, кстати, для меня лично любопытная цель. Ну, немножко даем сквозняк. И на этом, собственно, все. Успевает довернуть Магами. Так-то, конечно, Магами хорошо должен принимать урон. От таких орудий. Но не в такой проекции. Я, наверное, не пойду все-таки на ту сторону. Не знаю, мне не очень хочется Акадски воевать. Все-таки габ, конечно, у меня есть. Но куда пойдет Магами еще вопрос. Блин, даже не знаю. Не очень хочется там теряться. Если честно. Нет, пожалуй, я все-таки поверну на эту сторону. И, может быть, если Магами пойдет сюда, попробую его здесь встретить. Понятное дело, что Магами это восьмерка. Для меня это достаточно серьезный противник. Но при определенном грамотном использовании можно и нужно с Магами воевать. Сейчас у нас авианосец просветит. Что тут у нас есть интересного? Самое главное, где крейсеры? Магами отправился туда. Ну что ж, хорошо. Не попадаем мы по Магами. Гора там у нас находится. Ну да, противник в основном отправился туда. Вот в проливчик. И Хуанхе там назад сдает. И Шарацович сейчас, пользуясь моментом, выходит на открытую прямую, чтобы пострелять по противнику торпедками. Надеюсь, что он не соберется брать базу. Очень я прям на это сильно надеюсь. Иначе он быстро засветится и закончится от авианосца. При наличии авиака, конечно, такие фортили не всегда проходят. Есть вариант, что мне придется сейчас... О, смотрите, какая красота идет. Так, а ну что, пробуем? По идее... По идее должно пролетать. Сейчас Лексингтон. Да, есть. Торпеда заходит в Хуанхе. По Магаме есть у нас пробитие. Лексингтон будет на меня заходить. Торпедоносцами. Ну что ж. Давайте посмотрим, насколько годный наш корабль. Он короткий и маневренный. Но одну торпеду в нос мы все равно, наверное, можем получить. Не, не получается хорошо сбросить. Я так понимаю, у противника. И мы сбиваем некоторое количество самолетов здесь. Что, в общем, конечно, неплохо. Да, удается нам отбиться. И давай, 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 давай. Еще один залп по Магаме. Хороший, хороший, красивый борт. Но немножко перелет все-таки не хватило нам. Не хватило немножко угла для сброса. Я, пожалуй, сдам гидроакустику, потому что Магаме мог торпед здесь накидать. Нагадить торпедами во все отверстия, возможно. Дает Магаме разворот. Ну и нам надо его забирать, конечно же. А что ж нет? Мы уже потеряли, кстати, линкор. Правда, нормандию. Ну как так-то? Почему 2000 всего? Обидно. Так, ну что. Фусо стоит на месте. Где-то там вражеский эсминец. На всякий случай сбросим торпеды. Вдруг соберется пролив идти. Но похоже, что он где-то там на дальнем расстоянии. И у противника нет уже трех крейсеров. Но, однако, вон у нас, я смотрю, масс вражеский. Безобразничает. Так, где оба эсминца? Понятно. Где линкоры? Понятно. Понятно, где Фусо. И теперь большой вопрос. Выходить ли в борт этому Фусо? И получать потом от Измаила. Мне кажется, что здесь можно попробовать прорваться. Тем более, что Фусо получил большой урон. Я думаю, что можно попробовать прорваться. И отправиться в эту сторону. Потому что идти туда вниз смысла особо никакого нет. Ну, а вот сюда вполне себе даже можно. Мы настреляли 12 тысяч урона. Это пока не бог весть что. Идет Измаил на левом борту. У нас. И мы сейчас зарядим фугасы, наверное. И попробуем его поджечь. А следующим ББшкой. Он поймал торпеды. Все, Фусо уничтожен вражеский. Но это не всегда хорошо. Лично для нас. Так. Пробить, конечно, у нас вряд ли получится. Но вот может быть поджечь. Вполне себе даже может быть. Улетает несколько снарядов мимо. Ну, давай. Нет. После торпед можно было поджечь. Хотя, конечно, Измаилу это все так. Мертвым при парке он отхилится. Да. Ну, ладно. Продолжаем мы наше движение в левую часть карты. Не хочу я с Акадски воевать здесь. Если я начну брать базу, то вражеский авианосец будет меня здесь немножко беспокоить. Мне этого не очень хочется. Мне гораздо интереснее пока что аккуратненько повоевать с Измаилом Адыграс. Ну, боюсь, что авианосец может меня немножко подрастроить. Так, Акадски у меня уже сзади. Видит уже меня, да? Понял. Ну, что ж. Давайте. Давайте даем залп в ту сторону. Придется идти более-менее аккуратно. Сильно вперед не лезть. Не пробить, а рикошет. Вот видите, такой вот урон у нас. То есть по тяжело бронированным целям слабовато дает, если честно. Наш с вами графшпе не хватает пробития. То есть не линкор это все-таки. Мы можем позволить себе танкануть ястребы. Домашкой тем более нам еще надо что-то похилить. Почему бы нам этого и не сделать? Ну, Лексингтон, похоже, пролетает мимо. Будет атаковать? Не, будет. Или нет? Нет, это просто так. Красиво летает в нашу сторону. Если не хочу получить борт, надо будет отвернуть здесь. К сожалению, выгоняет он меня с точки. И не очень хочется, честно говоря, получать лишний урон. Поэтому я лучше, наверное, немножко отойду. Не буду сейчас упарываться. Тем более там масс возвращается. О, мне тут еще самолет халявных подвезли. Шикарно. Придется, да, придется отойти. Ничего не поделаешь. Ну, ладно. Против восьмерок все-таки, ребята, играем. Напоминаю, надо играть аккуратно. Получаем все-таки дамагу сейчас с этой стороны. Ну, ладно. Немножко, немножко наносит урона нам авианосец. Но мы нафармили уже 14 самолетов восьмого уровня. Что, в общем, тоже неплохо. Нам, кстати, любая дамага здесь хорошо. Потому что кидаем мы по восьмеркам. И таким образом мы имеем хороший буст в плане... Видимо, здесь где-то вот Акадский находится. Хороший буст в плане фарма. А он нас тоже интересует. Здесь все-таки шестой уровень. Прим. Что-то там уже может немножко и пофармливать. Так, а может быть, это, кстати, и МАЗ где-то. Нет, мне кажется, что это все-таки эсминец идет здесь. Точнее, не здесь, а там. Но если мы сейчас пройдем вот сюда и... Не увидим мы... Так, сдает ГАП у нас наш с вами Бисмарк. Нужно продолжить разборку с Лексингтоном в плане авиации. Авиацией продолжим мы сбивать его самолеты. Вон он у нас находится, где МАЗ. Ну, у Бисмарка работает ГАП здесь. Поэтому я думаю, что... Куда полетит Лексингтон? Лексингтон тут кругами ходит. Ну ладно. Ой-ой-ой, походу Канзас нам сейчас отдаст дамагу. Нет, это Измаил был. Измаил плохо. Измаил плохо. Пробуем танковать его носом. Но, как вы понимаете, по орудиям-то он нас как-то слегка так превосходит. У него сколько там 12.356, а у нас 3.283. Слегка не в нашу пользу. Единственная надежда на то, что он меня опять же в нос не пробьет. Хотя, конечно, надежда та еще. Тут еще вопрос по точности большой. Лексингтон, кстати, топит Бисмарка. Да. Ну что ж, давайте. Давайте пробовать. Давайте пробовать. Еще Измаил стрелять несинхронно. Поэтому придется аккуратно. Ну, непробиваемо, да. Очень плотный корабль. Как ни странно, вот вам кажется, Измаил не бронированный. Нет, ребята, очень бронированная лодка. Поверьте мне, более чем. Да, идет здесь где-то Акадский. Получается, что на борту. И мы с вами аккуратненько разворачиваемся и стреляем по Бисмарку здесь. Давай. По Бисмарку можно неплохо нанести урон. Правда, нам это сделать не удается. Но мы будем стараться. И от Бисмарка пролетает там сквознячок через палубу. А моему 6 тысяч обратно. Не везет. Мне главное, что с убийствами. Его на Акадский, кстати, нашел я его. Но и пока ошибки сильные не дохнем. Что тоже не может не радовать. Не думаю, что массу была бы хорошая идея пытаться выходить на меня здесь. Хотя, конечно, он может попытаться. Почему нет? Пробуем продолжать маневрировать от авианосца. И это мне, видимо, удается таки сделать. Ну и продолжаем движение вокруг островов. В принципе, здесь, скорее всего, мы-то победили, конечно. Я думаю, что авианосцу было бы очень неплохо сейчас заняться прямыми обязанностями. Сбивать базу вместо того, чтобы заниматься ерундой. Но ты, как говорится, насиленно мыл не будешь. Насильно мыл. Из кого он там насильно мыл, непонятно. Надо попробовать забрать масс. Все-таки хоть какой-нибудь фраг. Какой-никакой, но фраг. И попробуем сейчас еще дать один урончик в Канзас. Видно, у нас масса в любом случае была, пока ГАП работал. Так, и... А с кормовой я его не заберу просто. А может, заберу. Да, забираю с кормовой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой, это больно, может быть. Не, нормально. Не очень больно. Больно, но не очень больно. Забираем корабль. Ну и еще немножко домашки. Попробуем получить. По чуть-чуть. Ну вот видите, с пробитиями, к сожалению, все не очень шоколадно получается. Достаточно средненько. Но, тем не менее, урончик потихонечку-потихонечку наносим. Не сказать, что Канзас, конечно, является каким-то супер-пупер прочным линкором. Но, тем не менее, не дает он нам расслабиться. Я думаю, что мы сейчас пойдем вот в этот вот пролив. И попытаемся там достать два авианосца и Канзаса. Это мне более интересные цели, нежели чем все остальное. Потому что здесь... Ну, Измаил, я думаю, правда, вряд ли до меня уже достает. Минута 25 до перезарядки гидроакустики. Вот это более вероятная история. Ну и немножко еще с Лексентон надо позбивать самолетов. Я в шоке. Мы уже 26... 26 летунов уже забираем. 30 секунд горит. Как видите, у нас, как игрешь, мы взяли перк и 30 секунд горит. Не перк, а этот самый модуль. 30 секунд горит. Наш с вами большой крейсер, хотел сказать. Нет, ну все-таки небольшой, конечно, тяжелый. Да. Вот, кстати, Измаил. Слушайте, ну, понятное дело, что Лекс, скорее всего, где-то за островом. А Акадский, как видите, только что начал меня обнаруживать. Это значит, что где-то он уже неподалеку. Измаил отдает по нам мощный залп. Мы выворачиваем на нос. Пытаемся не поймать его. Но, к счастью, пробитий нет. Нам сегодня тфу-тфу-тфу-тфу-тфу-тфу-тфу-тфу. Везет, что нас не пробивает. Можем попробовать еще с кормы успеть дать. А, у него Кузя сработал. И поджечь нам его не удастся, соответственно, как вы понимаете. Давайте даем самолет. А почему он не хилится? Странно. О, а вот и привет торпедный господина Акадский. Попробуем отвернуть от торпеды. Возможно, мне это удастся сделать. Акадский светится. Ну, в принципе, я так понимаю, что он уже не сможет нас в ближайшее время сбросить торпеды. Нам удается сманеврировать. И Измаил не пробивает меня. Попробуем пробить ему надстройку. А, ну, все уже. Собственно, собственно, все. А все уже, все. Торпеды сюда. И фугасы перезаряжаем. Угу. Акадский будет пытаться сейчас убегать. Я думаю, вряд ли он сейчас соберется здесь стоять. Или как? Или будет все-таки стоять? Сдает он торпы. Нет, все-таки пытается. Пытается здесь остаться. Ну, что ж, хорошо. Пока гидроакустика работает, мы можем себе позволить немножко его подразвалечь. Давай, Акадский. Можно было бы, конечно, выйти в тот пролив. Наверное, это было бы даже более профитно. С моей стороны. Но, однако, не знаю. Если бы Акадский включил бы педальку прям сразу, я думаю, что эффекта было бы, конечно, побольше. Попытаться поймать его на торпеды на отходе вряд ли у нас получится. Но я надеюсь, что ему тоже вряд ли получится меня на торпеды загнать. По той простой причине, что маневренность у меня неплохая. Плюс работает гидроакустика. Давайте. Даем фугасы. И минус делаем при помощи детонации. Кого детонация? А, ну, наверное, его детонация. Вряд ли он успел все-таки торпеду здесь бросить. Хотя, как знать, торпеда 3.75 обнаружение. Если мы сейчас провернемся мимо, то... Ну, нет, вроде бы нормально все. Погоня за Лексингтоном у нас есть целая куча времени. Две минуты для этого. Есть возможность, ну, если не Лексингтон убить, то хотя бы самолеты покосить чуть-чуть. Понятное дело, что я топовый коситель самолетов на этом уровне. 28 самолетов. Мне кажется, что, видимо, у Лексингтона не стояло вообще ничего на самолеты. Потому что другой причины я не могу, ребят, понять, почему столько самолетов он мне отдал. Мне кажется, что в этом бою мы выложились на максимум. Мы сыграли очень аккуратно. Мы сделали два фрага. Уничтожили оба эсминца. И я считаю, что, наверное, мы могли, конечно, сыграть и менее аккуратно. Подставиться под крупные калибры. Там та-та-та, туда-сюда. Но против восьмерок, мне кажется, что мы сделали максимум того, что могли сделать в принципе. По-другому оно и быть не могло. Цепелинцет берет базу наш. Походу разработчики допилили такие облака. Хотя чисто по логике, мне кажется, что где-то вот здесь должна была быть тень. Ну ладно. Здесь опять же проблема в том, что дальность небольшая. И поэтому пока мы допердим на нашем графе, то время пройдет, конечно, очень много. Вообще, ребят, по чисто впечатлениям, кораблик забавный, любопытный. И, к сожалению, он был дважды занерфлен в плане ПМК и в плане ПВО. Хотя в этом бою так это и не скажет, что у нас ПВО проблемы. Вот. Но, однако же, все еще достаточно хорош, как видите. И дает врагу прикурить определенным образом. Ох, как побесмок хорошо задвинул. Элексинтон, думаю, будет еще, наверное, еще раз пытаться сбросить. Особенно он был популярен, кстати, в ранговых боях, когда играл там куча этих графов шпе. Ой, в рангов клановых. Там был какой-то клановый блиц. Там играли куча шпеев против там другой кучи шпеев и авика. Примерно так. Вот. К сожалению, сейчас корабль интересен, наверное, чисто исторически, нежели чем как ПРЕМ. Но любителям истории наверняка этот аппарат зайдет. Давайте посмотрим, что мы здесь смогли сделать. Второе место мы занимаем в этом бою. 31 самолет. Я думаю, лучше сыграть мы бы вряд ли здесь смогли. Даже если бы очень сильно мне везло с дамагой. Но тем не менее. Мы получаем с вами 365 тысяч кредитов. За вычетом ремонта 341. Ну, что является очень хорошим результатом для ПРЕМа 6 уровня. Ставьте лайки, друзья. Подписывайтесь на канал. Ну, а если хотите этот корабль к себе в порт, напишите в комментариях сообщение со своим игровым ником. С вами Турямбыч. Увидимся. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok